Вот это троллейбус 9Р. На нем также работал мой муж. Валентина Евстафьева в троллейбусный парк пришла 18-летней девушкой. В организации проработала 58 лет. Начинала кондуктором и кассиром, затем стала центральным диспетчером. На этом предприятии познакомилась и с мужем. Он был водителем. Я очень любила свою работу. Понимаете, приходишь на работу, вот заступаешь, вот, такой-то выпуск, такой-то это самое, нет заторов, быстро что-то развести, чтобы там послать кого-то куда-то, лишь бы все двигалось и возило пассажира. Три зала и больше двух тысяч фотоснимков. Вот строительство дороги через перевал, прокладка троллейбусных линий, вот первый электротранспорт. Это люди, которые воплощали в жизнь идею экологичного и удобного транспорта. Первая половина 20 века развития трамвая в Симферополе вплоть до 1970 года, до закрытия трамвайного движения в городе Симферополе. А вот следующий зал уже посвящен полностью троллейбусу. Начало троллейбусного движения, строительство трассы нашей знаменитейшей. 6 октября 1959-го первые рогатые автобусы открыли движение по крымской столице. Месяц спустя доставили первых пассажиров в Алушту, а через два года был открыт маршрут Симферополь-Ялта. До сих пор это самая длинная и высокогорная троллейбусная трасса в мире. Протяженность пути более 85 километров. Первый маршрут, он как раз тоже шел с вокзала, тоже с вокзала, железнодорожный вокзал Марина. Это ножницы, те самые? Это те самые, которые перерезали ленточку, когда открывали трассу. И фрагмент вот этой вот ленточки сохранили. Сохранили и первые кассовые аппараты, компостеры, есть здесь и редкие такоприемники. Первый производство Чехословакии. Это очень неудобно было пользоваться. Наши придумали откидную головку и сделали защиту нормальную. Чехи, когда приехали, увидели. Вели у себя. Во-первых, такие головки после нас распространились по всему Советскому Союзу. А Чехи поставляют троллейбусы в 27 стран мира. После этого везде было написано головка, только приемника Симферопольская. Симферопольская. Компостеры, кстати, тоже довели до ума слесарь Крым-троллейбуса. И хотя билет стоил всего 5 копеек, даже в то время находились любители проехать зайцем. С 1 января 1972 года как перешли, и выручка резко пошла вверх. Причина – простое человеческое любопытство. Всем было интересно щелкнуть, посмотреть на свет рисунок. Одинаковых рисунков не было. Архивная техника и старые снимки – не единственные экспонаты музея. Детальные макеты, панорамы – все это из подручных материалов создал сотрудник парка Василий Куржев. И таких мастеров на все руки в истории Крым-троллейбуса немало. Например, вот этот дизель-троллейбус в 1963 году тоже собрали местные энтузиасты. В память о нем осталось только три фотографии. В соседнем зале доска почета – снимки целых династий, посвятивших жизнь троллейбусному парку. Ведь именно благодаря людям предприятие процветает уже 60 лет. Татьяна Балыкина, Сергей Козырь. Утро нового дня.